По состоянию на 1 февраля нынешнего 2024 года, россияне должны банкам 33 триллиона рублей. Это вдвое больше, чем 5 лет назад. В среднем сейчас на каждого экономически активного россиянина приходится около 440 тысяч рублей долга. При этом в ТВ, самом закредитованном и самом бедном регионе России, вдвое больше – 892 тысячи. Это средняя по региону зарплата за полтора года. О том, как жить с такими долгами, сегодня и поговорим. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 11 марта. С вами Максим Бланты. Свежая новость дня. По состоянию на 1 февраля 2024 года задолженность россиян перед банками составила 33 триллиона рублей. За год сумма выросла почти на четверть или на 6,5 триллионов. За последние 5 лет, с 2019 года, в два с лишним раза. Тогда общая сумма не дотягивала и до 15 триллионов. Полговая нагрузка, то есть соотношение между долгом и годовой зарплатой, достигла 57%. В среднем на каждого экономически активного россиянина приходится 439 тысяч долга. Если же посмотреть на то, как обстоят дела в российских регионах, картина получается весьма любопытная. В благополучной Москве закредитованность менее 40%, хотя на каждого москвича приходится более полумиллиона задолженностей. 552 тысячи, если быть точным. Тот факт, что долг больше общероссийского, а его отношение к зарплате меньше, объяснить несложно. Зарплата в столице выше, чем в среднем по стране. Зато жители республики Тыва, самого бедного российского региона, умудрились побить все рекорды. Тут на каждого долг без малого 900 тысяч рублей. И чтобы с ним расплатиться, нужно полтора года не есть, не пить, не одеваться, не платить за свет и воду, а всю зарплату отдавать банкам. И я хочу подчеркнуть, что относится это не к какой-то группе маргиналов, а ко всем жителям республики. На втором месте еще одна республика – Калмыкия. Тоже далеко не самый богатый регион. 79 место по качеству жизни из 85. Долг в пересчете на каждого жителя тут чуть выше, чем в Москве – 569 тысяч рублей. Вот только зарплат тут не столичные. Так что если москвичи должны банкам свою зарплату за 4,5 месяца, то жители Калмыкии за год и 4 месяца. Говорить в Калмыкии или уж тем более Тыве о перспективах рефинансирования с нынешним уровнем ставок по кредитам просто смешно. Ситуация выглядела бы безвыходной, если только не заподозрить население бедных, но крайне закредитованных республик в том, что в массе свои люди сильно полагаются на деньги контрактников, мобилизованных и так называемые гробовые. Если же все-таки заподозрить, все встает на свои места. Тыва еще в первый год войны захватила пальму первенства по количеству погибших в пересчете на 100 тысяч жителей. Так ее и удерживают. Почему? Понятно. Для региона, где средняя зарплата даже сейчас после роста 2022-2023 годов не дотягивает до 50 тысяч в месяц, 200-тысячный оклад в зоне боевых действий – огромные деньги. А 5 миллионов гробовых – и вовсе гигантское состояние. И так хочется получить эти деньги, а ждать не в моготу. Вот и идут граждане в банки за кредитами. А банки им пока война, с удовольствием кредиты дают. На этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.